друзья доброе утро добрый день осознанный риск катка без шлема это денис бонус это аркаш казаком этом году у меня складывается впечатление что горнолыжный сезон закрыть будет просто невозможно сейчас конец июня а мы по-прежнему топаем с лыжами на плече в зону второго цирка на курорте красная поляна для того чтобы по-прежнему продолжить катание на горных лыжах смотрите в этом году для туристов летних туристов на курорте красная поляна поставили такой экспонат чтобы люди сами вживую могли посмотреть на технику которая работает здесь зимой вот так вот ротрак прямо посередине абсолютно бесснежной трассы сейчас мы спускаемся в зону второго цирка и здесь села такое конкретное облако ни черта не видно и если не растянет картинки конечно будут очень стрёмные вот но мне в первую очередь хочется посмотреть на сегодня на скольжение снега как вообще получается не получается заезжать на фигуры прыгать с трамплинов посмотреть какие фигуры есть в сноупарке и может быть пообщаться с народом на хрена они сюда приперлись в 30 градусную жару когда уже в пору на море отдыхать либо на велосипеде кататься нафига они тратят свое драгоценное время на катание на лыжах летом что-то мы с никита сам очень рано приперлись в парк бугель есть но он еще не работает шейперы вовсю трудятся вот над созданием того элемента парка большая секция с джиббинговыми фигурами стена с логотипчиком red bull несколько трубок какие-то боксы странной причудливой формы а прямо над ними есть большой трамплин он кстати выглядит от шейплен им и я думаю что мы как раз сегодня его потестируем вот снега пока что много единственная проблема что он конечно коричневый и очень некрасиво выглядит выход парк немного затягивается сейчас уже 11 часов а парк до сих пор не готов подъемники не работают даже не знаю что делать хоть пойти по фрирайдить пешком погулять по траве и скатиться вон с того кулуар чека или просто посидеть подождать может быть хоть солнце выйдет обязательная процедура для летнего катания намазаться полтишком может она солнце и снегу сгораешь в два раза быстрее за моей спиной появился кусочек голубого неба а мы по-прежнему созерцаем то как работают шейперы и ничего не происходит просто отдыхаем тут в креслицах вот кстати первая жертва никитос у тебя же есть велосипед есть какого хрена ты тут делаешь почему ты не в байк парке сейчас катаешься ну байк парке можно будет кататься с июля по ноябрь поэтому я подожди ты с ноября катаешься на лыжах тебе чуть не хватило что ли я прерывался на май теперь хочется вернуться из-за май сголодался просто по снегу ходишь то так непонятно кайфет вышло солнышко а я обнаружил что у меня болит голеностоп на правой ноге и очень сильно болит ахилл на левой ноге катание по ходу под вопросом но хотя бы никитоса поснимаю и обзор парка сделаю посмотрю ну попробую прыгнуть может быть терпимо и придется потерпеть боль полетать немножко с трамплина все по-королевски едем на подъемнике вот такая вот красота снег если это можно назвать снегом выглядит весьма коричневым хорошо здесь очень хороший снежок беленький если его подшипить подсолить слегка он еще и скользить будет бугелек отличный поднимает на огромную высоту на всю высоту на которой лежит снег дальше уже все травка зеленеет орда дендроны цветут и заработал кстати второй маленький бугель который идет вдоль учебной джибовой сессии здесь я так понимаю нам делать нечего мы поедем на учебку да да тут все равно пока еще не от шейпере ни черта так это серия боксов учебных бокс и скользят кстати плохо доехал до конца ну и такое вырубили подъем скольжение не знаю на троечку примерно сейчас мы сделаем несколько кругов фигуры раскатаются и будет уже легко и нормально все это проезжать в общем по ощущениям ахилл ботинки там где-то утонул его пяточку схватила ботинком и все нормально он не беспокоит но вот голеностоп постоянно когда я переношу вес вперед опираюсь на ботинок доставляет мне много дискомфорта и о трюках о каких-то сегодня конечно речи не может быть не знаю может сейчас боль пройдет как-то нога попривыкнет и я чуть попрыгаю но пока что даже джибить неприятно джибить больно будем раскатывать по легкой вот эту учебную линию боксов и ждать пока откроется основная часть сноупарка напоминаю пол 12 уже на часах осознанный риск катка без шлема но как раз по дороге за ним сгонял за шлемом одевать его не спешу потому что солнце вышло жара пипец просто тут наверно двадцатка вся в цирке давит я не знаю как снег такое такую жару будет скользить сейчас сейчас мы едем на большой кикер тестировать его скорость ждали из того момента когда его отшепят будем разгоняться так как есть я на нем не прыгал вообще не понимаю еще сходами пока скорости надо на него набирать вот на приземлении нкитос говорит еще какие-то комки валяются ну будем принимать решение уже в процессе полета и приземления разгон через такой коричневый снег нужно переехать шишку попытаться в нее вкатить и прыгнуть сколько по ходам то надо самого верха прямого совка . мы в стойке да сейчас будем пробовать пит чек еду сразу за никита если поехать по его следам я буду разгоняться быстрее в принципе я чувствую что скорости норм улетает чуть меньше чем никитос немного сбросил когда поворачивал перед выходом но и нормально пролетик классный кстати достаточно длинный и ну немного подвешивает принципе под крючки самое то просто перед каждым проездом надеваю шлем и поставок и закончил его снимаю потому что нереально жарко надо на морюшке лежать на шезлонги а мы тут катаемся но снег немножко охлаждает вот он если на камеру видно снега идет такое испарение дует влажный воздух и он так приятно освежает принципе как-то можно держаться в таких условиях да вроде поинтереснее было прошел по транзиту пешочком вот до места где еще стою до перегиба получилось 5 лыж это лыжи 182 сантиметра то есть примерно чуть меньше десяти метров до начала перегиба с десятка если в начало и двенашка-тренашка если приземлять дальше нормальный транзит для летнего кикера в общем голеностоп в хлам очень больно там ничего критичного просто опухла часть которая больше всего опирается на ботинок и поэтому приземляться неприятно даже просто я когда стою я опираюсь на одну ногу поэтому сегодня только поснимать и видимо больше не кататься кстати пока не забыл хотел еще рассказать о финансовой составляющей всего этого вопроса так как у меня нет особо много свободного времени я не планировал кататься в парке каждый день то есть я планировал приехать только на денек и к своему разочарованию не нашел нигде предложение на день соответственно попасть в этот парк можно только заплатив пятак и плюс еще в районе полторашки за прогулочной чтобы подняться в зону второго цирка и того получается шесть с половиной рублей что в общем то не очень дешево и не очень демократично для одного дня катания сноу парке но с другой стороны на месяц катания если этот пятак растянуть от конечно очень выгодно это аркаш казаков фристайл очень крутой лыжник расскажи вообще ты приехал сюда специально чтобы покатать в этом парке или как до приехал в сочи на красный полян на бонус аром на summer camp специально чтобы покататься сейчас июнь месяц лагерь будет лица до середины июля и нет или не круто 30 градусов я катаюсь футболочки на высоте 2000 метров плюс большой трамплин куча различных перил и при том работает подъемник слушай а ты летом что-то еще делаешь я не знаю велик ролики там все такое летом в основном занимаясь съемкой видео коммерческого катаюсь так же да на рвах на скейте но чисто максимально любительские роликах прыгаю в подушку нормальная подготовительная история для трампиков до зимы вот и катаюсь на вайкборде серфе но все в таком light формате то есть по сути для тебя вот такой вариант покататься на лыжах среди лета это прям ну единственная возможность крутая которая по-любому надо пользоваться или как ну хибин опять же как я говорил нам все своими силами а здесь до готовый парк просто приезжай и живи катайся отлично спасибо тебе большое сегодня кстати в парке будет проходить контест и парни стоят и не могут решиться участвовать в нем или нет при этом призы офигенные и ну типа надо прям участвовать парню нет не очень готовы к этому потом почему под не менее я щас объясню почему просто контест джибовый и перилки по которым нужно скользить они не для любителей то есть они все с перегибами с кинками под ними под перилками там сделаны лесенки если ты разматываешься ты просто попадаешь на лестнице это от если вы решитесь это уважение а не решитесь мы отнесемся с пониманием я не участвую кстати я типа могу сказать что я прорайдер мне нельзя как без любительский или нет не любить не важно у меня просто болит нога я тоже еще одна отмазка потом мы трех выбираем ну и быст уборка естественно чем да перилки все прикопаны невысокие так что можете не стать мягко приятно что а а а а а а а а это денис бонус собственно благодаря благодаря кому здесь находится этот парк и не благодаря только мне у нас огромная команда смотрите шейпер работают сутками потому что летний снег конечно имеет свойство таять постоянно мы не смогли в этом году запастить столько снега сколько мы хотели запастить но не смотря не смотря на то что год был снежный до снежный но тут была песчаная буря видишь из-за этого тут получается вроде снег а вроде чем на вроде песок конечно чуть-чуть нас подкосил но в целом работаем работающим с тем что есть парк достаточно прикольно мне кажется много разнообразия на фон бэби зона так сказать вообще мне очень нравится люди там больше всего катается вот рад был плаза такая прям мне кажется и зарубежного образца так сказать очень круто выглядит стильный плюс сейчас какой все никакой у нас 20 когда если я не ошибаюсь да 25 а вот мы у нас еще вот есть возможность раскатать вот эти кучи большие на которых мы стоим и мы сделаем здесь такое более больше джип парадайз сказано три недели еще запаса есть он не надо нам но уже заявлено до 11 15-16 да я думаю что мы просто им уже половина на простояли да 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 вот у нас все снизу есть он сверху этот запасник докатаем сейчас а потом уже будем делать так сказать реконструкцию парка и у нас наверное будет не небольшой трамплин и все больше в джибинг будет очень круто и уважение всем тебе и команде спасибо большое чины пора сваливать очень крутое впечатление от катания жалко ноги подвели ноги болят надо залечивать и может быть я еще успею приехать сюда в июле ну вот друзья достаточно было спуститься на один уровень и тут уже абсолютная жара абсолютное лето 30 градусов и птички поют и травка зеленеет мои полдня в парке закончены и я уже возвращаюсь домой и на самом деле я не буду в качестве выводов говорить понравилось мне в сноупарке или не понравилось выводы вы можете сделать сами потому что мои будут предвзятыми потому что нога сегодня у меня болела и не давала нормально кататься как не крути в любом случае такой крутой возможности покататься летом на лыжах нашей стране больше нигде нет и за это парку бонус сама кэмпу огромный респект и огромное уважение в общем я уже в канатке еду вниз спасибо что смотрели до конца всем хорошего настроения и отличного лета а увидимся в горах